Дмитрий, как думаете, все меньше будет параллелей, все меньше будет общих праздников, общих каких-то событий, то, чего было так много в Советском Союзе, и вот сейчас, как любит говорить Путин, что в Украине строили антироссию. Но мне кажется, что больше всего к этому приложился сам Путин, чтобы украинцы захотели быть антироссией, чтобы ничего уже общего не было. Он просто возглавляет. Я иногда думаю, что в Агенции РУ можно упорно разваливать целью США, но поставив... Сейчас шучу, конечно, но чувак просто разваливает Россию своими руками. Причем отличается в этом. Делает это хорошо, на совесть, методично, целенаправленно, упрямо, долбится головой о чугунные ворота. Потрясающе. Он додолбится, я думаю, долбанутый. Говоря о праздниках, это очень хороший вопрос. Вы знаете, я уверен, что после нашей победы никто в Украине не будет праздновать. 1 мая, 23 февраля и другие советские праздники. Просто не будет. Это вообще уже оксюмурон будет. Это несовместимо со здравым смыслом. Я уверен, что перестанут с пиететом относиться и читать многих классиков русской литературы. Я сейчас говорю о своих ощущениях. Я очень толерантный человек в том, что касается культуры, в первую очередь. Но я вам хочу сказать, что если поэзия Пушкина и Лермонтова не уберегла русский народ от расчеловечивания, не превратила быдло в культурную нацию, то зачем Пушкин и Лермонтов? Они же всем народом насаждали культ Пушкина. Пушкин великий поэт? Безусловно. Безусловно, конечно. Но они же делали культ Пушкина. У нас же в Советском Союзе, вы помните, не было ни одного более-менее города, более-менее чуть большого, где не было бы то ли улицы Пушкина, то ли Пушкинского сквера, то ли памятника Пушкина. Но в Киеве, где Пушкин не бывал, в Одессе он бывал, я понимаю. В Киеве Пушкин не бывал. Пушкинский парк был, Пушкинская улица, памятник Пушкину, куча школ еще Пушкина. Памятник Дмитриевича не один. Я Бюстов знаю, было даже два, мне кажется. Ну вот. То есть русский мир метил территорию памятниками Пушкина. Я сейчас хорошо сформулировал, между прочим, хвалю себя. Русский мир метил территорию памятниками Пушкина. Класс. Вот. Я задаю себе вопрос. Я не хочу ни за кого говорить. Я за себя говорю. Мне Пушкин нужен? Нет. Чуждая культура, чуждая эпоха, чуждые страсти, чуждые интересы. Не моя история. Лермонтов та же байда, Некрасов та же байда, Тургенев та же байда. Гоголь нужен? Потому что я считаю его украинским классиком. И он писал, пусть и на русском языке, но об Украине. Говорят, на Западе, чаще вспоминая русскую культуру, говорят не про Лермонтова, а о Достоевском. Ну, Достоевский, слушайте, вообще надо хорошо изучить биографию Достоевского. Книжки книжками, но надо изучить биографию. Ну, это, я вам скажу, это личность, не дай бог никому. Вот. Но дело даже не в этом. Его произведения, многие из которых написаны, между прочим, хаотично, без литературной обработки, но ему очень нужны были деньги, он их проигрывал и писал левой ногой. Ну, конечно, есть гениальные произведения, позволяющие понять природу русского человека. И книга «Преступление и наказание», например, ну, это хрестоматия русского человека. Это интересно. Для тех, кто хочет поковыряться в этой душе. Как Тютчев писал, умом Россию не понять. Тютчев написал, умом Россию не понять. Гениально. Умом не понять. Нет, умом не понять. Не понять, нет. Вот, Достоевский. Мне нравится название. Вот название очень актуальное. «Преступление и наказание». Это же о путинской России, о Путине. Про Путина еще есть другое произведение. «Бесы». Идиот. Да, вот Достоевский просто о Путине много писал, о России. Книга «Бесы». Это все о Путинах. Это по бездуму. А от Салтыкова Щедрина, между прочим, не откажусь. Гений тоже, который на годы вперед описал всю эту русскую, скотскую жизнь, которую мы видим сейчас, которая на нас свалилась, описал Салтыков Щедрин и Островский. Они понимали, о чем они пишут. Путин, отказавшийся от большой пресс-конференции, пообщался с полутора десятками журналистов. Вот я даже скрин сделал, как это выглядело. Слева Песков. Что-то ехидно там щебечет в микрофон, щекочет усами, значит, в микрофон. И далее мы видим, полтора десятка собрал подконтрольных Крепискову, наверное, лично людей, которые задавали правильные вопросы. Потому что на большой пресс-конференции надо же как-то там иностранную прессу звать, что-то долго говорить. Вот. И, значит, задавали они вопросы. Вот и следующее видео, как царь выходит. Тумба такая далеко. Видите, он пытается ее двигать, ничего у него не получается. Говорит, а что вы так далеко стоите? Давайте я к вам Тумбу подтолкну, или вы ко мне поближе подходите. Тумба Юханссон. Помните, был такой шведский хоккеист Тумба Юханссон? Да, да, этот Долба Юханссон. Вот. И, значит, он там попытался что-то шутить, что давайте, значит, или вы ко мне, или я к вам. Там Песков говорит, не надо. Все, стойте, где стоите. Но самое интересное прозвучало в этой пресс-конференции, что впервые, по крайней мере, я нигде ранее не слышал, вот вы мне скажите, дорогие зрители, может, это было, но я раньше не фиксировал того, чтобы Путин, который с 24 февраля наизывает войну в Украине специальной военной операцией, назвал войну войной. Вот, что он сказал. Наша цель не раскручивать маховик. Кстати, маховик он тоже не смог выговорить сразу, он его меховиком почему-то назвал. Так вот, наша цель не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Конец цитаты. Я напоминаю, что в России ни одного и даже не десятерых людей осудили за то, что они использовали слово война. И если вы знаете, Дмитрий, помните историю нет в обле. Так вот, когда женщина вышла с плаката, мне было написано нет, и внизу было В, три звездочки и Е. Ее за это осудили, она доказала сначала в суде, что она имела в виду нет в обле, а не нет войне. После этого все поржали, что там Слепаков песню записал нет в обле. Значит, и ее пересудили. Так можно в российском суде, можно пересудить ее. И признали ей там штраф назначили в три тысячи рублей. Ну да бог с воблой и с ней, Путин и война. Что такое? Оговорился, проговорился или готовит к новой терминологии? Думая это старость, что думает, то и сказал. Брякнул. Брякнул, не подумав. Это первое. Второе, ну 15 лет может получить. Наговорил себе на срок дедушка. Ну, сказал и сказал. Да, это очень интересно. Я обратил на это внимание тоже. Война. Признал.